Всем привет! Сегодня 22 марта, Московская область. Коротко о погоде. У нас продолжаются ночные морозы. Сегодня было минус 8 градусов, днём, наверное, минус 3. Но жуткий ветер, поэтому кажется ещё холоднее. Но светит солнце, это хорошо. А я хочу сделать краткий обзорчик рассады, которую я вчера вывезла из квартиры сюда в деревню. Будет она находиться у меня на подоконниках, без подсветки. А в квартире осталась в основном у меня цветочная рассада и томаты, которые я скоро буду пикировать. Они тоже будут здесь находиться. Луки привезла к Сибиршин Сторон. Это посев от 20 и 17 февраля. И первая стрижка у меня была 17 марта. Выглядит он довольно-таки хорошо. На следующей неделе я подсыплю биогумуса сантиметра 2-3, не меньше. Можно сказать, я его так, знаете, подокучу. Перо чуть-чуть заваливается. Но это не то перо, которое я подстригала. Это уже вторые перья, которые выкидывает лук. Ну, может быть, на следующей неделе я их подстригу. Посмотрим по состоянию. Уход самый простой. Это полив. Рыхление. Обязательное рыхление. И с распылителя просто водой. Вчера рассадила баклажаны по рассадным пакетам. У меня в этом году два гибрида. Это Валентина голландские семена. 10 штук было в пакете. 100% схожесть. Видно их. И король рынка. Семена такие простые. 6 штук висевало. Тоже они 100% зашли. Но намного позже, чем Валентина. Здесь у меня рассадные пакеты. Сейчас покажу. Они по 0,9 литров. Использую их уже 3 года. Замечательного качества. Мою. Вот так я их складываю. Складываю по 10 штук и храню. Мою я с лета. И таким образом аккуратненько все хранится. Мою я обязательно. Я не высаживаю, не рассаживаю их по грязным пакетам. Обязательно мою. Значит, эти баклажаны я высевала в общую плошку. 2 марта и 10.03 уже Валентина у меня взошла. Схожесть, конечно, была замечательная. Сразу видно гибрид Валентина. Довольно-таки крупные растения. А это король рынка. Чуть помельче. Рассаживать начиная из общей плошки, когда один настоящий лист и зачаток второго. Вот на этой стадии я люблю пересаживать. Ну, сейчас у меня уход тоже довольно-таки простой. Земля, я не сказала, что своя. Приготовленная с осени. И я сюда еще добавляю сейчас биогомус, потому что у меня работают червесторатели. Вчера я их пролила. Сегодня вот встала, видите, взрыхлила, чтобы не было никакой корки. И все, они у меня здесь на солнышке греются. Выращивать буду в этом году в открытом грунте, в мягких контейнерах. У меня есть контейнеры по 40 литров. Буду высаживать по 2 растения в контейнер. Вот в этом году будет у меня такой небольшой эксперимент. Так, ну, здесь у меня тоже остатки лука с туруона в ведре. Так, а это корневой сельдерей. Я снимала видео, как рассаживала его вот как раз с этой общей плошки. Высевала я его 7 февраля. Так, а рассаживала я его 15 марта. Вот так он замечательно выглядит. Тоже стоит на окне без подсветки. Окна у меня большие. Света много. И он, видите, весь такой зелененький, весь такой хорошенький. Ничем еще не подкармливала. Тоже земля своя. То же самое с биогумусом. Только у меня здесь полив. И обязательно, видите, у меня вся земля архленая. Нету корки. Вот, и, конечно, с распылителя. Могу еще добавить в воду. Знаете, что HP 101. Вот я еще добавляю одну капельку вот на такую бутылочку. Здесь как раз вот она. И опрыскиваю все. А вот как раз вилкой бывает и рыхлю. Так. Дальше. Вчера посеяла редис. Рандара Диего высевала в ящик. А на следующей неделе, средней недели, я думаю, приеду, посею лук зеленый, укроп, шпинат обязательно я высеваю. Очень мы любим. И немножко петрушки посею. Это уже в теплицу. Не смогла сегодня посеять. Но тоже хотела зелень посеять. Но у нас будет переделка небольшая грядок. Там легкая переделка такая. Поэтому пока возможности высевать зелень у меня нет. Но редиску в любом случае посеяла в ящик. А это уже следующий подоконник, где я вчера рассаживала из общей ложки сладкие перцы. Высеваю перцы, томаты вот в такие пластиковые ящички. Они без дренажных отверстий. Смешиваю биогумус с торфом. Увлажняю и высеваю. Мне очень нравится. Использую их уже то ли 2, то ли 3 года. Я уже не помню. Так. В этом году у меня будет 11 сортов сладких перцев. И здесь еще одного сорта сладкого перца не хватает. Он в квартире остался. И острый перец. Я вчера рассадила по 2 штуки в рассадные пакеты. Буду выращивать 2 в открытом грунте просто. А 2 в горшочке. А вот эти вот остальные 4 это для горшочка. Пакеты рассадные. То же самое. По 0,9 литров. Сделаю небольшой, подкатываю бортик. Потому что через недельки-две я хочу сюда досыпать биогумуса. Обязательно после полива тоже буду рыхлить. Я вот еще не порыхлила. Вчера поливала. Так. При поливе, при пересадке из общего ящика я поливала уже в рассадных пакетах. Перцы разбавляла. Значит, в 1 литре 2 таблетки глиаплодина. И проливала перцы. Ну, это чтобы, знаете, никаких не было проблем с черной ножкой. Собственно говоря, у меня она один раз была. Это много лет тому назад. Ну, все же. Все эти перцы я семена замочила 2 марта. Посеяла их в этот ящик 3 марта. И вот вчера рассадила их по пакетам. Так. Что, какой у меня уход будет? Они тоже будут расти здесь на подоконнике. Без подсветки. Просто будет у меня полив, рыхление. И я еще просто с распылителя разбавляю HB101 и обрабатываю по листу. Все. Минеральными удобрениями я не пользуюсь вообще. Перцы, томаты, собственно говоря, как и баклажаны, я рассаживаю из общей емкости, когда есть один настоящий листик и зачаток второго. С более мелкими растениями я не связываюсь. Все-таки мое мнение такое, что они должны быть подрощены, когда их начинаешь пересаживать уже по отдельным емкостям. Насчет полива. Здесь очень важный момент. Я рассаживаю сразу большой объем земли. Вот. Совсем слегка подкатываю только бортик. И здесь легко очень растение залить. Здесь нужно знать меру. Я поливаю, как и лук, стараюсь не заливать всю часть земли, всю землю, которая находится в пакете. Я понимаю, что корней здесь еще очень мало и стараюсь пролить. Тоже все делаю на глаз, ну, примерно на половину пакета. Я уже имею представление, сколько мне нужно налить воды, чтобы здесь у меня все не закисло. И уже по мере роста растения я буду все-все больше и больше поливать. Здесь есть дренажные отверстия и со временем здесь будет вода истекать. Я даже могу, когда растения уже довольно-таки прям большие, крупные, даже поливать уже в сам поддон. Сами пакеты у меня стоят вот в таких ящиках. Они не низкие, бортики довольно-таки высокие, но здесь сантиметров, наверное, 10. Очень удобно, что можно поливать сам поддон, потому что отверстие здесь позволяет это делать. То есть растение уже пить будет именно корнями из поддона. Тел, конечно, сейчас очень много, такая жаркая пора, но я делаю все по чуть-чуть, чтобы потом это все не свалилось одним грузом. Например, на следующих выходных буду заниматься крупноплодной земляникой, очищать, подсыпать новую мульчу, чуть подкормлю перепрессшим навозом и, наверное, поставлю дуги и накину укромный материал. Ну, буду смотреть, как по погоде. Ну, вообще, вроде бы чуть-чуть потеплеет у нас здесь в Московской области. Также хочу на выходных досеять все-таки я всю зеленушку в теплицу и, возможно, что посею еще капусту. Я посмотрела прошлогодние записи. Капусту я высевала 7 апреля, но, возможно, сделаю на следующих выходных. Здесь уже сделала 20-литровое ведро. Это здесь компостирую отходы со стола. Это для питания моих червей. Между прочим, кому интересно, зайдите, посмотрите. Есть плейлист обретения зеленого пальца. Вот на днях, ну, не на днях, а через неделю, наверное, буду отделять червей от биогумуса. Постараюсь снять видео. До этого прям вот не было времени. Все делается очень быстро. Ну и все. Вот такой у меня получился небольшой обзор. Пишите в комментариях, как у вас с рассадным сезоном. Какие у вас уже посевы. Делитесь. А я вам желаю всего самого хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok